Зимнее и летнее жилища Итальменов достраивают на Камчатке. Работы по созданию инсталляции близятся к завершению в Краевой библиотеке имени Крашенинникова. Этноплощадка Атенум станет постоянно действующим выставочным комплексом. Идея сначала казалась просто невообразимой, потому что это сложно. Такие жилища, вот только их перестали строить в 18 веке вообще-то, зимнее жилище. Сделались попытки возродить их в стойбище Пимчах. Поэтому идея сделать это в библиотеке казалась невероятной. Однако вот она стала реальной. Доверить столь ответственное дело было решено преподавателю итальменского языка Виктору Рыжкову и совсем не случайно. Он уже имеет положительный опыт возведения подобного рода сооружений и реализовать столь масштабный проект ему не составило особого труда. Помогали Виктору и волонтеры общественной организации «Дружба северян». Виктор Викторович знал, что он делает. Он уже построил такое жилище в стойбище Пимчах. Есть рисунки Степана Петровича Крашенинникова из его книги, точнее, не самого Крашенинникова. Есть гравюры, но вообще-то, наверное, это было сложно. Надо было представлять, что ты хочешь получить. Судя по тому, что уже возведено, главный строитель четко понимал и представлял, что он хочет в итоге получить. Больше внимания, времени и сил потребовало зимнее жилище. Чтобы попасть в это жилище, надо было сначала подняться на большой земляной холм, а потом спуститься по лестницу в бревну с зарубками. Вот так вот. Прямо в очаг вы попадали. И вот внутренности, сразу скажу, наше жилище еще не совсем окончено. Будут сыновки, будет медвежья шкура, будут еще какие-то небольшие элементы. Ну, вот уже резные чаши, например, есть. И если зимой итальменам приходилось жить в прямом смысле слова под землей, то в летний период они семьями переселялись в жилище над ее поверхностью. Балаганчики на столбах. Балаганами называли их русские. Это было именно летнее жилище. Там могли держать пищу, корм для собак. Там жили сами летом. Причем тоже описание очень интересное, что высокие были настолько столбы, как колыхались все эти камчатские небоскребы. Ну, очень-очень необычно. Такие балаганы еще до сих пор стоят на севере, корякские, например. И бытовали они в 20 веке у жителей Камчатки, и у русских, и у итальменов, и у камчедалов. То есть сама идея, ну, наверное, не очень сложная. Но материал надо было заготовить, надо было его обработать, надо было все рассчитать. Я думаю, по мне, ну, я бы сама не построила такое жилище, по мне это замечательный и великий труд. На базе инсталляции планируется проводить мастер-классы, экскурсии и творческие мероприятия при участии коренных малочисленных народов Камчатки. Главной целью создания этноплощадки Атынум является сохранение и популяризация традиций коренных многочисленных народов Севера. Полностью завершить строительство площадки планируют уже осенью. Проект реализуется на средства гранта агентства по внутренней политике края, которую в конкурсной борьбе получила общественная организация Библиотечная ассоциация Камчатки.